Сегодня в первом часу ночи под покровом густой уральской тьмы в Азбесте, городе Горного Льна, сокращенно Гогуль, некий тип попытался камнями разбить стекло в квартире известного азбестовского блогера и нашего боевого товарища Дениса Бульдозера Елистратова. Причем если еще недавно Бульдозер это было его прозвище в интернете, то сейчас это фамилия Дениса Бульдозер-Елистратов. Человек официально поменял фамилию, заморочился, но сегодня не об этом, сегодня о вопросе бить или не бить. Это был уже третий случай нападения с камнями на окна Бульдозера и он, наученный горьким опытом, усилил стекла с защитными металлическими пластинами, так что камнемет обломался на корню. Стекла устояли. Напомню, первые два случая бития стекол приключились прошлым летом, когда была жара и дырки в стекле были некритичны в плане температуры в жилище, а прикиньте, в январе дефлорировать стекло. Первый раз стекла Бульдозеру побил Александр Применко, бывший участковый мент, коммунист, мечтающий совершить теракт для души, это по его словам, подручной депутатки Натальи Крыловой, коммунистки-навальнистки, снявшейся в 3Х-ролике для взрослых и сожительствующей с алкобарыгой. Второй раз стекла бил некий человек в маске, как считает Бульдозер, по заказу Применко. Потом еще Бульдозеру запенили входную дверь и измазали ее фекалиями, о чем мы подробно рассказывали в свое время. Напомню, Денис написал заяву по факту бития стекол и угрозы убийством, однако участковый и судья под надуманными крючкотворческими предлогами дело замяли и бывший мент Применко избежал какого-либо наказания. Сегодня в нашей программе будет репортаж о том, как Азбестовский суд посадил за решетку человека за паленый компьютерный софт в угоду американским толстосумам. Ну, правда, позже апелляция зашла и ему дали условку, но он реально несколько месяцев за софт отсидел в СИЗО. А тут у Бульдозера есть видео и аудио, как ему бьют стекла и угрожают убийством и ничего. Что творится в городе горного льна? Напомню, что отчаявшись, Денис Бульдозер-Илистратов даже вышел с одиночными пикетами к зданиям ЗАГСО и СУСКР. У парламентского дворца он обратился к главному свердловскому коммунисту Ивачеву, чтобы тот, значит, разобрался с тем, что творят его портагеносы в Азбесте. Но его позиция давно известна. Дают на выборах хороший процент, а значит, пусть творят, что хотят. Возле СУСКР Бульдозер апеллировал лично к главе комитета Александру Бастрыкину, чтобы тот разобрался с Азбестовским беспределом. Пока результат нулевой. И прикиньте, до какой степени отчаяния довели Бульдозера, что он сегодня, после неудачной попытки бития стекол, заявил, что в сентябре будет баллотироваться в депутаты Азбестовской гордумы. Ужас, надо же так человека довести. Я буду заинтересован в том, чтобы уголовники коммуниста Азбеста получили по заслугам и ответили за все, что они сейчас вытворяют. Но эффективно бороться с беспределом системы я смогу только в рамках депутатских полномочий. По-другому эту красную преступную гидру просто не победить. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.